Если бы наука давала счастье, все ученые были бы счастливые люди. Посмотрите на их лица. Возьмите доску почета в Академии наук. Гляньте на эти лица. Вы хотите быть на них похожи? Я не думаю. Мне когда-то дали учебник по психиатрии. И я помню, значит, там иллюстративный материал, есть там фотографии, иллюстрирующие, например, глубокую депрессию, апатию, какую-то там агрессию, усталость от жизни. Ну, там я, в общем, я себя вижу, и все мои соседи, все, кого я вижу вокруг себя. Вот эти вот, рот туда, вот эти складки нижние прям такие проброжают. Я, блин, вечно недовольным. Эти вот здесь, все вот такое, все мускулистые лица. Короче, там все видно. Просто вот учебник психиатрии. То есть, в автобус зайди в час пик, это учебник психиатрии. Или в метро. И потом мне буквально в какие-то пару дней, вот в интервале, дали такой набор, такой, знаете, такой какой-то фотографий. Раньше было такое, фотографий было больше, не у каждого же в руках был фотоаппарат. Такие, знаете, такие наборы фотографий, там видовых фотографий, там, знаете, есть такие, там, допустим, там красивые места Суздаля, там, или там природа Вологодского края. А мне дали такой набор фотографий, такой, старые монахи Афона. И там такие деды, такие монахи, такие, значит, 75-80-летние, такие беззубые, там, куда один зуб торчит такой, в таких каких-то скуфейках, камелавках, такие морщинистые, седые, косматые, потешные, какие-то в старых подрясниках. И у всех рот до ушей, все веселые, как маленькие дети, значит, на новогоднем празднике. Рот беззубые, во рту два зуба, как бы. Веселый такой, значит, свой один, смотри, второй тоже веселый, третий. Глазки лучатся, это старики, поймите, это старики, которые состарились в монашестве, которые на массаж не ходят, как бы в боулинг не ходят, которые в кино не ходили, которые сладкого не ели, которые, так сказать, девушку не целовали, которые работали и молились, молились и работали. Чего они веселые? Возникает вопрос. Чего веселого у них в жизни происходит? А у них такие лица, как будто, как лампочка Ильича, такие, пишешь, такие веселые, такие. И смотришь, как бы, наши современники, как бы. У них такие рожи, как будто они... Или сейчас в тюрьму сядут, или только что из тюрьмы вышли. Ни радости, ни... Ну, ничего в глазах нету. Какие-то оловянные глаза. Вот. Это какое-то печально. Это мне тогда было очень открыто таким большим откровением. Потому что святость рождает радость. Чистая совесть – это самый великий источник радости. Человеку все хорошо на свете, когда у него совесть чиста. Тогда ему и птица поет, ему нравится. Как бы, значит, такой ветер подул, зашумел ветками, там, ему нравится. Как бы, такой дождик покропил. Ему нравится, ему нравится все. Там, у него на обед помидор, как бы, и щепотка соли, как бы. Он его ездит, помидоры веселится, ему нравится. А больше он в этот день есть, ничего не будет, как бы. А ему и не надо, ему так нравится. А вот все не так, где нету веры. Тогда все такие потухшие, прокисшие, как бы, значит, такой. И что бы это ему ни дало, ему все равно плохо. Потому что у него внутри плохо. Как говорил великий Пушкин, да, жалок тот, в ком совесть нечиста. Простые слова, но очень правдивые. Жалок тот, в ком совесть нечиста. Продолжение следует...